Я Я Я Оля Покажите мне Москву Она говорит, с удовольствием Я говорю, тогда давайте начнем с Третьяковки Она говорит, а где это? Отвез ее в Лаврушинский переулок Поводил по залам, очень ей понравилось Потом она говорит, ну а что же вам еще это показать? Я говорю, ну как что? Александровский сад, храм Василия Блаженного Лужники Она говорит, а вы не путайте, это все у нас Ну, взял такси Повозил Поводил Рассказал Вижу, девушка хорошая Да и город ей В общем нравится Потом она говорит, давайте все-таки я вам Москву покажу Ну, взял такси, поехали Универмаг Завезли Мы расписались И вот Грабеж Современный детектив с психологическим взломом Грабеж 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 КОНЕЦ И вот я муж, а это наша уникальная мебель. Впрочем, нет, она не вся уникальная. Вот эти вот два кресла и вот этот вот стол, это из чешского гарнитура. Впрочем, нет, может быть, из поли... А может быть, из румынского, я не знаю. Но вот тот вот стол и вот эти вот два кресла, это из югославского гарнитура. Это этот знаменитый... Роджерс! О, Роджерс, это моя жена. Алик, я тебе что всегда, детка, говорю, жалюзи надо летом опускать. Мебель, она же выгорала. Ну так очень темно и душно. А что ты там торчишь? По-моему, ты собирался уходить. Ты как давно ушел, просто я не знаю, где моя бритва. Твоя бритва там же, где всегда. Трильяж, средняя тумба, нижнее отделение, четвертая дверца справа, ящик номер пять. Номер двенадцать, ластенька, всегда живу очень. Там в жизни не было двенадцати ящиков, о чем ты говоришь? Номер пять. Ах, номер пять? Да. Ну я пошел, да? С Богом. Ах, номер пять. О, лапонька, я дошел. Дедочка, куда ты дошел? Я же тебе сказала, трильяж. А это кто? А это горка. Я же думал, что вон та, что ковина, горка. Та, что ковина, канапе. Ты же продала канапе. Я, дедочка, продала козетку, а купила канапе. А, уже? А трильяж в углу, рядом с секретером. А, а что левее? Левее секретер. А, тогда... Боже мой, для чего я все это покупаю, Алик? Просто обидно. Ты даже название и то не можешь такого. Я не помню, ну почему такие претензии счастья? Ну ты мне сказала, грильяж. Я к нему иду. Какие могут претензии к этому? Я не понимаю, канапе. О чем ты говоришь, счастье моё? Ну, Аличка, ну я же тебе сказала, трильяж. Ну я сказала, я и понял, грильяж. Ну трильяж, грильяж, какой ты ведь за жилья, Лапонька. Алик, 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 алик. Ну, главное, что я суть, понимаешь? Я же иду к сути, Лапонька. Ну, не надо расстраивать. Не, аж ты же ходишь в музей. Я так отношусь, как к музею, Лапонька. Нет не то, я протираю. Всегда ты меня знаешь. Аллик, все равно, не ты грязным рукавом. Ну ты просто нас не любишь? Ну почему я вас не люблю? Ну же, какие наиболее исключают. Ну почему я, кстати, вспомнил, я Козетку очень любил. Ну не надо ее только говорить. Козетку ты ненавидел, я ее поэтому и продала. Лапонька, я ненавидел БД, запомни это раз, и навсегда. Я могу пойти, нет? Ну я пойду. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» подними руки ли я стреляю погоди дай согреться подними руки ли я сейчас стреляю холодильник финской зил научились делать подними руки ли я стреляю но стреляю я стреляю стреляй стреляй стрельнул выстрелил но я пошел куда 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 домой пошел иди и и и и и и и и и Ай! 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 Аааа! 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 Что? Не выйти? Ты Зачем сюда залез? Чего Зачем залез? Зачем ты Сюда залез? Чего Зачем? Псих-то ненормальный Зачем Ты Сюда залез? Зачем Грабить Грабь! А ты? На провокацию берешь? Я клянусь, никакой провокации Я в темные дела не путаюсь Ты будешь грабить или я сейчас вызываю милицию Я в темные дела не путаюсь Будешь грабить или я сейчас вызываю милицию Че это ты кручешь? Че это ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты ограбил мою квартиру Зачем? Из принципа Чего из принципа? В тюрьму захотел, да? Знаешь, как это называется? Подстрекательское ограбление Я не подстрекаю, я прошу Че это ты просишь? Ты отказываешься? Я отказываюсь Окончательно отказываешься? Я в темные дела не путаюсь Окончательно отказываешься? Я не путаюсь, а отказываюсь А то че это ты опять кручешь? Че это ты веришь? Слушай, ты псих ненормальный Лечиться надо, слышишь? Ну согласен, я иди сюда Согласен? Ну в случае чего, значит это Версия такая Да Ой Иду я, значит, по улице Да К врачу Да У меня, понимаешь? У тебя? Да Кошмар какой у вас Вижу, в окне восьмой этажа горит огонек Да Дай, думаю, загляну на огонек Да Поднимаюсь на восьмой этаж Открываю дверь Почему на восьмой этаж? Я живу на шестом этаже Оконек горит на восьмом этаже Ну ты куда идешь? На огонек или ко мне? На каком ты этаже? На шестом этаже я живу Значит, версия такая Да, пожалуйста Иду я по улице Да К врачу Да У меня Господи, как же ты еще ходишь, то я не могу понять Вижу в окне шестого этажа горит огонек Да Думаю, дай загляну на огонек Поднимаюсь на седьмой этаж Открываю дверь На седьмом этаже я живу Ты говоришь, ты на шестом этаже На седьмом этаже На каком этаже ты живешь? На седьмом этаже я живу Ну соберись ты, слышишь, соберись ты Раз нервничать Значит так, версия, значит, такая Да Иду я по улице К врачу Да Да У меня понимаешь Да я все про тебя знаю Вижу в окне седьмого этажа горит огонек Да Думаю, дай загляну на огонек А мне пистолет к виску Говорит, грабь, вот так граждане судят Очень хорошо Договорились с подними инструментами Вот это, пожалуйста Значит так Пепельница Да Хрустальная Чешская Двадцать шесть рублей сорок копеек Беру Ага Помыть? Не надо А, пожалуйста Приемник Соня Двести рублей беру Двести сорок Чаю хотите? На работе Не пью, пожалуйста Как хотите Рудка Шариковая Ой, со штриптизом Беру Да что ж ты все на мелочь-то бросаешься, а? Возьми вот часы Старинный ампир Им цены нет Слушай, чё это ты? Псих-то ненормальный Что же С собой связался, понимаешь? К другому Мог зайти Подсоби Подсоби Слушай Пусть мне высшую меру дают, но грабить не отказываюсь Отказываешь? Я понял я всё, жулик ты Наворовался, спекулировался, на меня списать хочешь, да? Ничего ты не понял Всё я понял Больным прикидывайся, варюха А сам небось в ларьке квасом торгуешь А живёшь как магнат Разве похож на магната? А откуда у тебя ручка с голыми бабами? Инженер я Чего инженер? Знай как инженер-то живу Клянусь, инженер и жена инженер И всё, что здесь видишь, куплено заработанные деньги Только я всего этого уже видеть не могу А на кой покупал? Слабый я Чего? Вялый Жена всё это любит, а я её вот так и живу Эй, 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 эй Мне диссертацию надо защищать, а я вечерами подхалтуриваю, студентам чертежи делаю. Трёшник за лист, а всё для чего? Чё, чё это ты как затих? Чё это ты делаешь-то, чё это ты охлопаешь-то, чтоб какое-нибудь старинное блюдо купить? Вон, видишь, стоит, а это вовсе не блюдо, а таз, в нём в восемнадцатом веке ноги мыли, а мы его в двадцатом на стенку вешаем. А послать всё это к чёртовой бабушке, смелости не хватает, слабый я. Чё это ты делаешь-то, слышишь? Вялый. Ты чё это делаешь? Товарищ грабитель, вас ко мне сама судьба послала. Чё это делаешь? Возьмите всё. Чё это ты делаешь? Ничего не жалею. Чё это дурак? Все эти лампы старинные. Чё это ты браво? Чё это с тобой делаешь-то? Ну, возьмите и мебель, мебель не щадите. Чё это ты делаешь? А, ха-ха-ха-ха-ха, канапе, вот оно, зараза. Прошлым летом собрались, наконец, в Гагру, в отпуск. А вместо этого полетели в Ленинград, и все деньги в это канапе ухнули. А мы не шли с старинной усадьбы. В его клопах дворянская кровь течёт. Слушай, друг, ты тоже какой-то вялый, я смотрю. Что такое с тобой, а, голубчик, а? Ну, иди сюда, отдышись, дорогой. Господи, на тебя же смотреть страшно. Ну, отдышись ты, милая. Ой, слушай, слушай. Господи, ну с такими болезнями надо дома сидеть, а не по людям шастать, понимаешь? У меня же сердце разроется. Стыдил ты её? Стыдил. Призывал, призывать пробовал. А бить? А, слабый я. Чего? Вялый. Слушай, друг, я лучше постою. Как тебе лучше, так и действуй. Чего это ты хочешь? Чего это ты опять соблазняешься? Чего это? Чего это зачем? Со свидания целы. Рад на тебя видеть. Рад. Я хоть тебя не очень, но... Ну, ладно, хорошо. Вообще-то нельзя. Ай. Слушай, ну не пойму я. Ну, вывезу я это всё. Вывезу. Правда, тут без мост в трансагентство не обойдёшься. Но всё равно вывезу. Но не понимаю, тебе-то какая польза? Не знаю. Может быть, тогда всё изменится. Ограбили, ограбили. Никто не виноват. Надо начинать новую жизнь. Господи. Ведь когда мы сюда переехали, у нас же ничего не было. Раскладушка была. Так мы как жили? За город ездили. В гости ходили, в театр. Книжки читали. Чего читали? Книжки. Ну, ты эту палку не перегибай. Что это за жизнь на раскладушках? Вон у меня квартира, как у тебя. Только двухкомнатная. Кухонный гарнитур купили. Польской. Югославской гарнитур. На шесть персон. Этот, как его? Роджерс называется. Роджерс. А, Роджерс. Ну, тихо ты, тихо. Ну, чё это ты? Жена у меня на базе, за складом, ворует. В общем, на меня благостояние не давит. И я всегда в хорошем настроении. Моя работа важная, она мне очень нравится. Я помогаю гражданам от ценностей избавиться. И мне всегда сопутствует удача и везение. Поскольку пребываю я в хорошем настроении. Люблю я вечер и ноча, на дня январский снег и мойскою акацию. Распахнуты все двери для меня, для мастера такой квалификации. Свои секреты, фокусы во мне открою сразу я. Ведь с уголовным розыском у нас задачи разные, у всех задачи разные. Но важно, тем не менее, чтоб каждый день встречали мы в хорошем настроении. Люблю я вечер и ноча, на дня январский снег и мойскою акацию. Распахнуты все двери для меня, для мастера такой квалификации. И если стены ваши я оставлю завтра голыми, Не унывайте, граждане, не опускайте головы. Считайте, что вещички мне вы сдали на хранение. И оставайтесь, милые, в хорошем настроении. Люблю я вечер и ноча, на дня январский снег и мойскою акацию. Распахнуты все двери для меня, для мастера такой квалификации. Распахнуты все двери для меня, для мастера такой квалификации. Одевай, одевай. Вон, костюм купила, с рук купила у какого-то дирижера. А что, хороший костюм. Тебе нравится? Мне нравится. Нравится? Мне нравится. Ну-ка. Че это ты опять хочешь? Че это ты хочешь? Ну-ка, надень его. Все, если ты сам хочешь, конечно. Ну, надень, надень. Все, ты не одену, ты хороший. О, о, как влитой. Шмокинг. А, именно, для приемов. На работу, черт знает, в чем, а в субботу, когда все нормальные люди отдыхают, должен напяливать этот шмокинг и принимать гостей. А что, гости, это неплохо. А гости тебе тоже нравятся? Нравятся, воруют только, но ничего. А вот в субботу пришел домой, усталый, настроение вот такое. Прилег, включил телевизор. А кто играет? А по телевизору футбол кто играет? Кто играет? А кто играет? Киевское Динамо. У меня расписание. Киевское Динамо. Спартак. Спартак, да. А у тебя настроение вот. Вот настроение. А ты прилег. Я прилег. Ну, ложись, ложись. Да, сейчас. Ну, а че ты, ложись, ну? Сейчас пристроюсь. Да, пристроюсь, конечно. Побудь в моей шкуре. В смокинге. Конечно. Ну, ты расслабься, друг. Чего? Расслабься, друг, расслабься. О, хорошо тебе? О. Вот тебе хорошо. Вот теперь должен немедленно встать. Ну, че, че я тяду? Потому что мне еще валяться на финском покрывале. Выключишь телевизор, везде мог бы болеть голова. Что ты стоишь как пень? Ну, что ты сейчас стоишь как пень? К нам сейчас придут гости. Кто? Птичкин, Птичкин и Чумичкин. Ты их знаешь? А ты? Я понятия не имею. Тем более, их надо хорошо встретить. Потому что Птичкин – это известная личность. Не то поэт, не то парикмахер. Сичкин – это врач-донтист. А Чумичкин – это неизвестно кто. Полный идиот, но зато умеет угадывать мысли на расстоянии. Что ты сейчас на меня уставился? Убийца. Ну, сбегай немедленно в магазин. Подожди, куда ты пошел? Стой, лучше откроешь прот. И он совсем еще не одет. Я же тебе купила. Не бросайся вещами. Широтый галстук. Модный галстук. Цветочек. Надень его сейчас же. Ну, кто открывает шпротный в пиджаке? Сними немедленно пиджак. О, уже пришли. Надень пиджак, пойди встретить гостей. Ну, куда ты пошел? Живи, что я совсем не одета. Застегни мне молнию его. Молнию? Да не здесь, а здесь же стихни мне молнию. Ой, здравствуйте. Здрасте. Алик, познакомься. Это Птичкины. А это мой Алик. У меня такой Алик, да. У нас все снимают обувь, раздевают туфли. Пожалуйста. Нет, не ты. Гости снимают обувь. Алик, поухаживайте за мной. Снимите пальто с Анной Павловной. Облагодарю вас, милый Алик. Хотел познакомиться. А вы нас тоже много слышали, хотел познакомиться. Как это приятно, что мы друг друг ему много слышали и хотели познакомиться. А это моя жена, Нюша, познакомься. Это Алик. Алик, может тебя? Вы меня не знаете, я вас знаю. Моя жена с вами из одного роддома. Перестань живать, перестань живать. Зови гостей к столу. Зови гостей к столу. Гости хотят вонцев. Ну, перестань, Алик. Ну, ступи крестно Степану Бедниковичу, возьми себе стульчик. Вам нельзя на мягном, извините. Забыл, отдай стулочек обратно. Алик. Алик. Алик, передайте Татьяне Николаевне селёдку. Сегодня хочу селёдку, передайте мне селёдку. Ну, как передать селёдку, Алик, как передать селёдку? Когда передаете селёдку, полагается смотреть в глаза. Да не селёдку, а Татьяне Николаевне, куда ты смотрел на контакт. Ой, товарищи, вы знаете, вчера в доме кино я смотрела солягис. Баньотис, это просто конец света. Алик, она смотрела, а я его купила в Елисеевском, свежайший, два кило. Дорогая моя, солями, это колбаса, а солягис, это совсем другое. Алик, тогда не солярис, а соляри, это то, на чём загорают. А я знаю, знаю, я читала. Алик, Алик, а вы читали Хамангуея, а? Ой, прелестный роман. Только я не помню автора, кто это написал. Ну, перестань жевать, включи музыку, гости хотят танцевать. Перестань жевать, убийца. Алик, Алик, потанцуйте со мной, да? Ну, потанцуйте со старухой, Алик, да вы танцуйте, да? Да потанцуйте со мной ещё же, Алик, а вы? Алик, только руку выше, выше рука. Да не эту руку, другую выше. Алик, а вы танцуете современные танцы? Я обожаю современные танцы. Алик, а вы танцуйте со мной. Я обожаю и концепт peak. Алик, чем он? Ну, я же мужчина, что ж ты мне руку суну? Ну беги, встречай такси. Стой, подожди, вызови ещё такси. Ксички, назову лицем, вот догони. Да не то такси, а на том таксе отвези Чуличкина в Свиблова. Пошла сама ты в Свиблова. О, у тебя получается, а у меня нет. Алиса, я пришла. О, жена. Ой, черт с ней. Слушай, друг, а не побоишься послать ее? Куда? В Свиблова, только в Свиблова я прошу. Я ее сейчас, знаешь, куда пошлю. Давай, перенимай. Я тебя даю. О, отдай миржав. Давай, я ее сейчас, знаешь, куда пошлю. Спасибо, друг. Спасибо, друг. Давай, залезай под кровать. Ой, горе. Ой, горе. Ой, горе. Ааааа! Аааа! Продолжение следует...